Я не представляю свой сад без клематисов. Иди ко мне, малыш. Идешь? Идь, 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 идь. Ой, господи. Ну что ты, мамочки. Друзья, всем привет. Эдик набегался, устал, попросился на ручки. Пока я снимаю десятый дубль. Еще раз всем здравствуйте. Меня зовут Екатерина. И я увлеченный садовод, цветовод, любитель. Но мой опыт огромный. И мне есть чем с вами поделиться. Я не представляю свой сад без клематисов. У меня много разных сортов. И все группы обрезки. Это первая, которая не обрезная. Вторая группа. И, конечно же, третья. Клематисы это такая неприхотливая лиана, которая цепляется своими листовыми черешками за опоры. И может закрыть с собой все. Когда цветет клематис, это нечто фантастическое. И кто хоть раз увидел, не останется равнодушным. У меня вот спрашивают, что это за цветок. Я говорю клематис. И даже люди, которые не увлечены и вообще не понимают садоводство, цветоводство, этот цветок ему очень нравится. Я как-то сказала, что не обрезаю свои клематисы. Мой уход за ними абсолютно простой и не похож на стандартный. Посыпалось очень много вопросов. Как же так? Почему не обрезаете? Объясните и тому подобное. Дело в том, что, наверное, много факторов влияют на хороший рост растений в наших садах. Это, конечно, нужно смотреть на свои климатические погодные условия. Я не обрезаю. Ну, вернее, обрезаю только совсем чуть-чуть и не по правилам. Сегодня покажу на примере своего клематиса японского фую нотаби, который просто нравится всем, кто его у меня увидел как и на канале, так и вживую. Это просто буря комплиментов. Если бы я его обрезала по правилам, то я бы не увидела цветение. Во-первых, он не морозостойкий. Его нужно было бы укрывать, как-то снимать с опоры, укладывать, чего я опять-таки не делаю. Он зимует у меня на металлической опоре. И когда мне говорят, почему металлическая опора, она же такая холодная. Вы думаете, что металл больше намерзает, чем само растение? Я думаю, все равномерно. Если стоит долгая минусовая температура, и мой клематис чувствует себя хорошо, я его часто показываю в цветении. Маленький. Прям устал-устал. Дышит так громко. Ну, сейчас подойду и покажу, как я ухаживаю за своим клематисом. Вот, друзья, это клумба, которая у меня сильно изменилась осенью. Можно сказать, даже совершенно поменялась. Я здесь насадила метельчатой гортензии, немножечко хвойных растений, ну, и два клематиса я не трогала. Они растут, ну, давно растут, ну, лет пять, так точно. Вот рядышком клематиса Skyfall, вот этот, такой агрессор, можно так сказать, очень быстро, сильно растет, так как наводила порядки, наверное, половину его обрезала осенью, половину. Ну, остальное, видите, осталось. Это клематис японский, второй группы обрезки Fuyu Notabi. И посмотрите, какой же он густой. Тут все просто забито. И вот крона немножко снегом подломила, и она наклонилась. Смотрите, вот эти вертолетики, красивые пумпончики, украшают сад зимой. Сейчас их уже меньше, потому как они осыпаются. Все-таки прошло то их время. Во-первых, вот это семена, они прошли стратификацию. Вот их, в принципе, можно даже и посадить. Кто любит выращивать растения из семян, кого не волнует, что это процесс долгий, если мы говорим о клематисах, так как и всходят они несколько месяцев, и первый год они, правда, маленькие, но уж, когда они выращены из семян, они из череночка, то растут очень быстро, на второй и третий год. Ну вот такие вертолетики, просто было все усыпано, это красиво смотрится. Первый снег, когда мне нравится. Я не обрезала его осенью никогда. Это вторая группа обрезки, так как он является не морозостойким. В принципе, его нужно было снимать с опоры и укладывать на землю, чем-то укрывать. Я этого не сделала в первый год. Я не делала во второй, потому что во второй уже это было сделать невозможно. Опора была оплетена. Вот она здесь много лет и стоит. Уже даже, мне кажется, вот она была покрашена, и краска немножко облезла, так как стоит вместе с клематисами. И чем гуще здесь крона, тем намного теплее ему, в принципе, зимовать. Задувает все вокруг снегом, соответственно, им там теплее. И есть ли какие-то, да, побеги. Вот смотрите, вот это вот я вижу, что сухой. Вот сухой. Вот он даже ломается, вот как солома. Цвет соломы плюс, ну мы видим, да, здоровый, вы так не согнете. Вот, во-первых, он имеет коричневый цвет, такой темный. И если мы будем согинать, то не гнется, не лопается кора. Ну а вот уже виднеются почечки. Конечно, оставлять вот так, как есть, нельзя. Я жду, когда он проснется. Вот сейчас весной. Это талиана, которая, в принципе, не боится там истечь соком своим, допустим, как те же гортензии или виноградники. Вот с ними нужно весной быть очень аккуратными и как можно раньше обрезать. То, что касается клематисов, в этом смысле он тоже неприхотливый. Смотрите, вот уже появились почти листики. И мы видим, что можно обрезать. Я подхожу к секаторам, вижу вот такой вот сухой кончик и обрезаю, примерно отступаю сантиметр вот от проснувшейся почечки и обрезаю только сухую вот эту часть, которая вымерзла, ну не проснулась по каким-либо причинам. И прохожусь. Ну, конечно, надо начинать сверху. Вот видите, где идет, вот цветочек был. И дальше. Взяла секатор специально, чтобы показать, чтобы листики молодые, не обрезать. Так вот подвигаю и обрезаю вот эту сухую часть. У нас солнышко появилось. Смотрите, не дергаю, не тяну ни в коем случае, так как можно что-то опять-таки по-соседнему и здоровенькое вырваться. Вот, обрезаю эти все усики и вот такие части аккуратно снимаю, не спеша, чтобы оставить как можно больше перезимовавших побегов. Ну вот я смотрю, здесь тоже. Вот, проснулись. Раз, листик. Вот, два, три. Нужно быть очень аккуратными. И сверху. Вот опять-таки видим побег. Так. А, вот здесь вот почечка проснулась. Смотрите, как близко. Наверное, вот так покажу вам. Как близко, да? Отлично. Значит, вот это. Опять-таки держится за кого-то, за что-то. Обрезала, чтобы в легком полете была эта веточка. И отступаю сантиметр от живой проснувшейся почечки. Видите, как плохо видно. Одной рукой снимать, одной резать сложно. И вот так обрезаю. Вот даже здесь побег сухой, видите, на срезе. А почечка зелененькая двигается в рост. Ну и хорошо. Так и должно быть. Никакого сока движения здесь не будет. Дальше смотрим. Вот эти усики тоже можно подрезать. Вот. Аналогичная веточка. Сейчас все обрежу. Процесс этот, можно сказать, ювелирный, длительный. И в итоге покажу, что же у меня здесь получится. Друзья, решила снять обрезку. Поставила камеру. И когда посмотрела, сколько прошло времени, не поверила своим глазам. Вот на самом деле, нужно ставить вот такой таймер, чтобы понимать, сколько у нас уходит времени на обрезку того или иного растения. В общем, этот клематис я обрезала 45 минут. Я не заметила, как прошло это время. Вот честно. Мне кажется, ну, всего лишь там 15 минут где-то. А нет, почти час. В общем, начинаю обрезку я с самого верха. Смотрите, вы можете видеть. Беру сухой побег или соцветие, где нету зеленых почек, и режу потихонечку ниже и ниже. Никогда не начинаю делать это снизу, иначе потеряю половину цветения. Такой обрезкой я добиваюсь цветения клематисов второй группы обрезки, которые, в принципе, необходимо обрезать наполовину и даже укрывать. За счет того, что у меня большая густая крона, вот эта вот толстенькая такая шапочка, когда она укрывается снегом, там хорошо все зимует. И побеги у меня зеленые, вот где проснулись почки, практически на мою высоту. На даже высоту этой опоры почти на метр восемьдесят. Представьте, и вот это все начнет расти, оплетать друг друга, и должно быть много цветов. Так как клематицы второй группы обрезки цветут преимущественно на побегах, прошлого года, в первое цветение. Да, во второе цветение они могут процвести на побегах этого уже года, но побег должен вырасти, вызреть и тому подобное. И то второе цветение, как мы знаем, обычно очень скудное. Самое яркое и пышное – это первое. Этот процесс достаточно трудоемкий, и ни в коем случае нельзя спешить. Я, как вы видите, не обрезаю свой клематис, а лишь убираю какие-то сухие, не перезимовавшие побеги. И, как я уже сказала, что-то сохранилось и выпустило. Молодые почки на высоте всей опоры, а что-то вымерзло. Вот то, что вымерзло, я просто убираю. То, что сухое, возможно, с прошлого года, я убираю. Я убираю соцветия, это буквально где-то два междоузлия, вот где был цветочек, а все остальное оставляю, для того, чтобы у меня было много цветов. Можно, конечно, что-то убрать. И внизу видно, что какие-то побеги очень сухие. Но нет, я все оставляю. Двигаюсь только сверху. И можете видеть, что очень сильно я почистила макушку, что стало видна быть опора. Ранее ее не было совершенно, только куст, сухой куст клематиса. Ну, вот там я все прорезила. Осталось очень мало. Буквально там, наверное, на самой макушке побега четыре с почками. Но вы знаете, как растет клематис. Это скорость от метра, может быть, до трех. И это все, конечно, очень быстро заплетется. Только вот придет настоящее тепло, и наши растения намного быстрее начнут расти. Вот такая несложная процедура ухода за моим клематисом. То есть обрезка и то не обрезка. В общем, не смеемся, а как есть, так есть. Это лишь корректирующая стрижка, убирание всех сухих побегов. Такую обрезку я применяю также на клематисы третьей группы обрезки. Да, клематисы третьей группы обрезки необходимо обрезать на высоте 10-15 см от земли, так как это очень быстрорастущие лианы. Но опять-таки то, что мы хотим видеть и за какие сроки. Если мы хотим на следующий год видеть много побегов, то молодой клематис обрезают на уровне земли. Так как я любуюсь больше, в частности, цветком клематиса и молодыми, я не стремлюсь сразу к пышной кусте клематиса. Мне главное, чтобы была эта веточка и на ней много-много цветочков. Поэтому я не обрезаю так коротко. Лишь раз в 4 года примерно так обрезаю коротко. Можно так сказать, омолаживаю кустик. Все остальное время я обрезаю, как уже рассказывала и показывала в этом видео. В общем, проредила, сильно проредила свой клематис фу юно таби. Обязательно буду делиться цветением. Это белая пена цветов. Такая сказочная. Никого не оставляет равнодушным. Повторюсь, я об этом говорила. Ну и скажу еще раз. Крона у моего клематиса была настолько густая, что при обрезке нашла два сухих гнезда. Только представьте, там не только были цветы клематиса, а еще гнезда птиц. Вот такая шапка вырастает за сезон. Мой совершенно нестандартный способ ухода за клематисом, а именно его обрезки. Я поделилась с вами своим опытом. Пусть он будет для вас полезен и обязательно пригодится. Ну а я желаю вам красиво цветущих клематисов, так как они на самом деле абсолютно неприхотливые лианы. Всем желаю хорошего дня, отличного настроения и до встречи!